Дорогая Церковь! Хотел бы пожелать для себя и для всех наших братьев духовной зрелости, духовного возрастания во Христе через Его Слово. Поблагодарить всех наших братьев, которые несут служение в нашей Церкви, в различных видах служения. Благодарность Господу и вам! Вы знаете, этот праздник или это событие, которое стали отмечать, положили начало отмечать в нашей стране, оно очень уникальное начало. Оно относится к 1909 году. На одном из церковных служений, в одной из церквей города Спокен, штат Вашингтон, отмечался День Матери. И одна женщина, которая присутствовала там, видя, как внимательно относится к матерям, слова благодарности, она вспомнила своего отца и свою семью. Имя женщины этой было Сонора Смарт. Когда ее мама умерла, отец остался с шестью дитями, последний ребенок младенцем родился, мама умерла. И она с благодарностью вспоминала своего отца, который вырастил всех шестерых детей. И вот в ее сердце была такая благодарность. Она обратилась к местным властям города Спокен с предложением, а давайте мы в нашем городе раз в год будем вспоминать отцов с благодарностью. Эта идея понравилась местным властям города Спокен. И в 1910 году впервые начали отмечать в этом городе. Но чуть позже это стал национальным праздником этой страны и в других странах. Братья и сестры, я думаю, это очень хороший праздник, когда дети могут выразить благодарность своим родителям, своим отцам, собраться вместе за столом. Не всегда так бывает, знаете, в нашей жизни. Есть время просто поговорить, просто сказать добрые слова своим отцам, своим дедушкам. Вы знаете, я думаю, что кроме того, что мы говорим сегодня, слова благодарности своим отцам, в этого праздника есть глубокий библейский, духовный смысл. Мы можем говорить сегодня не только о физическом отцовстве, но прежде всего о небесном отцовстве. Когда мы рассуждаем на страницах Священного Писания, вот о теме отцовства, как духовного, так и физического, как я сказал, мы можем встречать очень интересные истории, очень положительные истории, очень назидательные истории для нашего примера, для нашей жизни, нашей повседневной жизни, как воспитывать детей, как обращаться с нашими детьми. Где эти источник этой мудрости, который помогает отцу быть любящим, заботливым, рассудительным и зрелым мужчиной. Вы знаете, но когда мы смотрим на историю Писания, на те примеры библейские, давайте вспомним даже историю семей патриархов. Перед нами вот картина, есть некоторые очень яркие моменты, которые отразились на страницах Священного Писания. Давайте вспомним просто очень краткую, только мельком, знаете, несколько секунд представить Авраама, идущего на гору Мариаса своим единственным возлюбленным сыном. Для чего? Чтобы принести его в жертву. Или чуть позже мы находим историю, которую постигла уже Исаака, который испытал эту трагедию, в которой было два сына, и испытал трагедию через вот это конфликты внутри, через это отречение, через этот выбор сыновей, через этой поступки обманов, которые были допущены, и вовлечена вся семья, он потерял, по сути дела, обоих сыновей в какой-то степени. Или историю одного из сыновей уже Исаака Иакова, который тоже пережил трагедию разлуки со своим Иосифом, помните? И только спустя много лет, на конец уже своей жизни, старости, он встретился со своим сыном Иосифом. Или историю царя Давида, которая плакивает смерть непослушного сына Авесолома. Или священник Илий и его сыновья. Это тоже трагедия. Вы знаете, друзья, если только брать библейские истории, которые описываются, большей частью у них присутствует трагедия, и не правда ли? Драма, трагедия. Хотя есть и прекрасные примеры, но большей частью мы видим вот такие трагические истории, наполненные конфликтой, драмой, разлукой, смертью. И, безусловно, нам, как верующим людям, мы, христиане, хотим быть хорошими отцами, быть хорошим примером для наших сыновей, для наших детей и внуков. И, размышляя о том, что такое отцовство, духовное или физическое, и каким должен быть настоящий отец, я думаю, важно для себя определить вот этот ориентир. То есть взять для себя правильный пример для подражания, на кого же мне, как отцу, нужно ориентироваться. На Авраама, отца Веры, на Исаака, Якова, Давида, других. Мы находим, что нет, даже такие люди, герои веры, они не являются, не могут быть в абсолютном смысле этого слова примером для подражания, хотя это достойные, благородные люди. Но вы знаете, когда мы обращаемся к Священному Писанию, мы находим, что Бог, зная, что будет развиваться человечество, будут семьи, будут отцы, будут церкви. И Он оставил этот пример для мужей, для отцов. Истинный пример, в котором нету трагедии, нету драмы, нету каких-то ошибок. Есть удивительный пример подражания для всем нас. И, как вы догадались, друзья, этим примером является Бог. Бог, который в Священном Писании назван не только Богом-Творцом, Богом-Создателем, но Богом-Отцом. Я хочу прочитать вместе с вами и порассуждать над одним текстом Священного Писания Нового Завета два коротких стиха, которые помогут нам посмотреть на эту библейскую истину. И тема моей проповеди сегодня называется Небесное Отцовство. Я подчеркиваю, Небесное Отцовство. Послание к Ефесинам, 3 глава, 14 и 15 стих. Послание к Ефесинам, 3 глава, 14 и 15 стих. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». Братья и сестры, обратите внимание на эти два коротких стиха. Апостол Павел – это молитва. Это молитва апостола Павла. И среди прочих обращений к Богу он подчеркивает, «Я преклоняю свои колени пред Отцом Господа Иисуса Христа». А теперь обратите внимание на этот 15 стих, «от которого именуется всякое Отечество и на небесах, и на земле». Вы знаете, вот греческое слово, переведенное как «отечество», имеет еще несколько разных смыслов. И один из смыслов «отечество» переводится как «всякое семейство». Всякое семейство. Братья и сестры, ну вот мы понимаем, что и в нашей церкви есть не только одна семья, которая имеет одну фамилию, но когда мы молимся друг за другом, мы иногда пользуемся этой фразой. Мы будем на этой предстоящей неделе молиться за семейство, называя фамилию, подразумевая, что в отца и матери есть сыновья, которые имеют свои семьи. Есть целое родство или семейство. Так вот, обратите внимание, апостол говорит, что от Бога Отца всякое семейство, которое и на земле, и на небесах, оно происходит не само по себе, не от Адама, не от Авраама, от Бога Отца. Следовательно, все самое лучшее, что мы можем найти в любом отцовстве, берет начало, друзья, от небесного Отца, является лишь подражанием Ему. На основании Священного Писания мы видим, что всемогущий Бог, Творец Вселенной, раскрывает себя еще, как и Отец. Давайте кратко рассмотрим вот эту сторону отцовства Бога. Я хочу задать вопрос, братья и сестры, как вы думаете, на кого распространяется Его отцовство? На всех людей? Или Он распространяется только на какую-то определенную группу людей, особых привилегированных людей, которые имеют право сегодня назвать Бога Отцом? Нередко можно услышать сегодня, что неверующий человек, не знающий Бога, не может называть Бога своим Отцом, поскольку не родился от Него духовно. Даже можно услышать, что до момента возрождения неверующий человек не может молиться, молитвою Отче наш. Он не может молиться, поскольку не является Его детем. Да. Писание очень ясно учит, что рождение свыше не только переводит человека из положения умершего, духовно мертвого человека в положение нового, живого духовного человека, но изменяет его духовное положение по отношению к Богу. Вот свидетельство Евангелия Иоанна. Первое послание Иоанна, 3 глава, 1 стих. Иоанн говорит следующие слова. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться, и бы детьми Божьими». И в этом особая милость. Смотрите. А евангелист Иоанн продолжает только в своем Евангелии эту же мысль. 1 глава 12 стих говорит такие слова. «О тем, которые приняли Его, верующим во имя Его дал власть бы чадами Божьими». Это все правильные тексты, да, и аминь. Но я хочу сегодня заметить, друзья, что не мы устанавливаем границы, которые Бог устанавливает для Своего творения, как представить себя для всего творения, для всех живущих людей на этой земле. Не мы устанавливаем границы, а устанавливает это сам Бог. И когда мы внимательно изучаем Писание, мы находим, что в силу факта сотворения, подчеркиваю, в силу факта сотворения, Бог является Отцом для всего человечества, даже не спасенных людей. И сегодня мы посмотрим кратко только на несколько из многих текстов Священного Писания приведу только два примера. Одно очень чрезвычайно важно. Братья и сестры, вы когда-нибудь внимательно смотрели на родословие Иисуса Христа? Родословие – это документ. Это чрезвычайно важное. В родословие вписывает кого? Только родных, близких по плоти, по крови. Правда? Я не могу вписать в родословие дедушку, прадедушку, еще, но потом вписать какого-то известного человека, который мне нравится, и вписать в свое родословие. Правда? Мы не можем этого делать. Вы знаете, когда мы смотрим на родословие, у меня еще один вопрос. А родословие откуда начинается, друзья? Снизу вверх или сверху вниз? Ну, я имею в виду, начиная вот генеалогическое дерево кто-то рисует, да? И вот, наверное, говорит, вот начало берет вот там, там, там далеко, где-то мой пра-пра-пра. Правда? И потом мы возвращаемся постепенно. Вы знаете, когда мы открываем Евангелие от Луки, третья глава, если можно, откройте, у кого есть Библии, можем открыть вот третью главу и посмотреть, как начинается родословие Иисуса Христа. Третья глава с 23 стиха. Написано так, «Иисус, начиная свое служение, был лет 30, и был, как думали, сын чей?» Иосиф. Родословие Иисуса Христа начинается с отца Иосифа, а заканчивается, обратите внимание, на последний стих этого родословия, этих стихов, 38 стих. И последний, кто стоит в этом родословии? Божий. Божий, братья и сестры. Обратите внимание, удивительным образом родословие Иисуса Христа начинается сверху. То есть, от Иисуса Христа идет к Богу. Если спросить у Адама, «Адама, кто твой отец?», то Адам должен был признать, «Отец мой, Бог мой». Как по-другому Адам назвал бы Бога? «Отец». Вот родословие. Это очень интересно. Вот такие звенья. Поэтому, таким образом, Бог провозглашается отцом всего человечества, подчеркивая через Адама, в этом смысле, как творец для свое творения. Также стоит отметить, может быть, обратить внимание на притчу Христа о блудном сыне. Вы знаете, в этой притче Бог предстает в самом начале в образе кого? В образе отца, в которого есть такая простая, добрая, понятная для всей семьи, для всего человечества история. Два сына. Мы знаем эту историю, не буду останавливаться, друзья. Мы знаем только, что в этой семье постигла трагедия. Младший сын уходит с отчего дома, второй остается с отцом, но ни один и другой, ни младший, ни старший, по-настоящему еще не испытал любви отца. И только спустя, когда младший сын расточил все свое имение, пришел в таком банкротстве духовному, финансовому, абсолютно все, он приходит, написано, пришел в себя, приходит в себя. И вот интересно, мышление, размышление этого блудного сына, он вспоминает не доброго дядю, не господина, в котором он находился, он вспоминает своего отца, что у отца его наемники избыточествуют хлебом, а он пропадает здесь, умирает от голода. И вот, друзья, если мы смотрим Евангелие Луки, пятнадцатую главу, это притча о блудном сыне, начиная с семнадцатого стиха, практически в каждом стихе звучит это два слова, отец и сын. В каждом стихе, последующий, начиная с семнадцатого стиха, написано, есть вот эти два слова, отец и сын. Этот юноша, он осознает, что он согрешил, что он не достойно называться сыном, он готов был принятым быть в его семью наемником. И вот двадцатый стих показывает нам прекрасную картину, иллюстрацию восстановления отношений ушедшего из дома блудного сына и любящего отца. Двадцатый стих, если можно, спасибо, встал, написано, и пошел. Кому он пошел? К отцу. Он встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец, его изжалился и побежал, пал ему на шею и целовал. И первое слово, которым сын произносит на груди отца, друзья, было в двадцать первом стихе следующее. Отче. Вот это первое слово, которое произносит блудный сын, отче, согрешил я. Потом, говорит, слова покаяния, слова сожаления, согрешил против неба, против тебя. И обратите внимание на ответ слова отца в двадцать четвертом стихе. Он не упрекает его. После всего, когда он восстанавливает и просит, и повелевает принести одежду, обувь, и персень, и все. И затем он подводит итог, друзья. Обратите внимание, двадцать четвертый стих, он подводит итог, что же произошло. Он не говорит, этот мой наемник, или приемный сын, или мертвый человек. Он продолжает, его говорит, этот сын, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Согласитесь, друзья, в этих стихах открывается величайшая любовь Бога, великая истина о Боге, который не стыдится называться Отцом для тех, которые духовно мертвы, для тех, которые его не знают, для тех, которые еще не приняли. Он говорит, знайте, у вас есть Отец на небесах, народ израильский, который не был связан с Богом через духовное рождение, а был народ по обетованию, данным Богом Аврааму, народ по завету. Он тоже понимал, что Бога, которым они поклоняются, Бога, который выбил их из земли египетской, Бог, который ведет в обетованную землю, это не просто Бог Саваоф, это не просто Бог Егова или другие титулы, которые у Бога именуют себя. Они понимали, что Бог, который у них есть, это их Отец и пророк Исаия. Пророк Исаия очень хорошо показывает, интересно, 63 глава и послед, предыдущие главы показывают народа, который отступил от Бога. Они дало поклонники, Бог их вводит в плен, они наказываются Богом. Но интересно, 63 глава, если можно откроется нам текст Писания, в 10 стихе пророк описывает состояние отводения народа израильского от Бога. Я просто только один текст привожу, чтобы в контексте нам понять главную мысль. Пророк говорит, они возмутились и огорчили Святого Духа Его, поэтому Он обратился в неприятие и огорчили их, сам воевал против них. И дальше Он говорит о том, что действительно это проблема, это горе, это разлука народа Божьего с Творцом, с Богом. Но обратите внимание дальше, они обращаются в 16 стихе в понимании Господи, а как нам быть? И потом обратите внимание на эти стихи, только Ты кто? Только Ты Отец наш. К Богу народ отступивший называет только Ты Отец наш, ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими. Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое, Искупитель наш. Итак, будучи отцом всего человечества, братья и сестры, подчеркиваю, будучи отцом всего человечества, Бог делится со всеми людьми своими благословениями. Сегодня Бог повелел солнцу взойти над кем? Над злыми и добрыми. Сегодня Бог повелел солнцу взойти над злыми и добрыми, посылая дождь на праведных и неправедных. И благословение дождя и солнца одинаково распространяется на всех людей, независимо от их духовного статуса. Это милость отца к своим детям. но было бы в корне неправильно говорить, что Бога отца по отношению к грешникам нет никаких чувств, кроме ненависти, кроме суда и кроме осуждения. Бог любит грешников и Голгофа превыше всего показывает его выражение Божьей любви всему миру. Друзья, но однако важно помнить, что Голгофа это не причина отцовства, а наоборот ее следствие. Голгофа является следствием того, что Бог любит. Бог настолько возлюбил этот мир, что дает Сына Своего единственного. Почему? Потому что не хочет, чтобы каждый грешник погиб. Ведь Бог Отец так возлюбил мир, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Друзья, когда мы не знали Господа, Бог не называл нас чужими, далекими. По грехам и преступлениям мы сами отошли и оторваны были от Отца Небесного. Но по благодати и милости, благодаря Иисусу Христу эта связь соединилась в глубочайшем, величайшей милости. Братья сестры, находят свое выражение максимальное отцовство в духовном рождении, друзья мои. В духовном рождении проявляется величайшее проявление Отца. И вот почему мы находим, обратите внимание, Он не называет нас, знаете, просто спасенными христианами, но вы теперь дети Божьи. Еще не открылось, что будет требование Отца по отношению к спасенным детям и еще не спасенным детям. Отцовство Бога, Его любовь, Его забота и милость к людям имеют определенную ответственность со стороны двух групп людей, братья и сестры. Во-первых, верующих, что бы я хотел сказать для верующих, которые мы получили не только Его как дар жизни, как Бога Отца, как заботу Его, как духовное родство, которое мы соединили с нашим Богом Отцом и называем Его каждый раз в молитве Отче, Отец, Тату, Батько. Какие глубокие, какие можно найти еще глубже слова, которые показали самые близкие взаимоотношения между Богом и человеком? Ну, прежде всего, друзья, это признать господство, власть и могущество Его в нашей жизни, друзья. Это очень важно, когда мы подчиняемся и повинуемся Ему Богу. Он оставил нам Священное Писание, Святое Слово, заповеди свои, и мы, как дети, что для Отца дорого, для Его сердца, когда дети повинуются, когда дети почитают, когда дети проявляют послушание своему Отцу, когда дети выражают почтение. Помните, когда Пророк Малахи говорит, если я Отец, он обращается к народу, то где почтение ко мне? Если я Отец, то где почтение ко мне, друзья, как важно не сохранять, знаете, не пытаться вот каким-то образом к Отцу относиться по-небратски, или, знаете ли, как будто Он нам что-то всем обязанным, поскольку мы дети, Он Отец, и Он ожидает почтения, Он ожидает послушания, Он ожидает признания Его господства, главенства в нашей жизни. Отец также ожидает любви от Своих детей. Друзья, величайшая заповедь, которую Бог оставил для всех людей, на все поколения, для церкви возлюбите. Обратите внимание, возлюбите. Возлюбите Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью. Для Бога нет больше лучшей отношений, когда дети любят своего Небесного Отца. И в этом проявлено Небесное Отцовство. Хочу несколько слов сказать для людей, которые еще не приняли Иисуса Христа как своего Господа. Не стали через рождение свыше, не связаны этим духовным родством. Что ожидает Бог Отец от людей, которые еще не приняли Его в свое сердце? Это пример блудного сына, о котором мы только что сейчас говорили. Друзья, это пример блудного сына. Отче, я согрешил против неба и пред тобою. И старший сын, и младший сын, подчеркиваю, никогда не знали по-настоящему любви Отца. Старший сын, оставаясь в доме, никогда не покидая пределы своего дома, никогда не лежал на плечах, на груди своего Отца. Там было огорчение, там была зависть, там был упрек. И младший сын, который ушел и отцовского дома, также ему нужно было вернуться, ему нужно было услышать слова покаяния, ему нужно было на себе получить эту новую одежду и на своей руке увидеть перстень и на своих ногах обувь, которую подчеркивало отцов, сыновство, он принятый в доме. Дорогие друзья, я хотел бы сегодня обратиться, кто еще не является детьми Божьим через рождение свыше. Будет день, когда Бог-Отец сядет на престоле судьи Белого престола, когда Бог-Отец сядет на престоле и оденет одежды судьи, и Он будет судить людей. Друзья, если вы не примете Господа в свою жизнь, в свое сердце, не отдадите себя и не пережите эти чудные рождения свыше, друзья, Бог-Отец будет судить вас за то, что вы не приняли Его величайший дар благодати, не приняли Его любовь и заботу. Поэтому пусть Господь благословит нас, пользуясь каждый день Его дарами, Его благословениями, Его заботой, солнцем, дождем и все, что Он посылает для неправедных и праведных, использовать эту драгоценную возможность, испытать на себе в своей жизни родство через рождение свыше. Итак, мы делаем вывод на Свании Писания, первое важное истинное, что Бог Творец, Бог Создатель является Отцом. С одной стороны, через Адама, как Творец, но самое главное, через Господа Иисуса Христа рождения свыше. Вторая мысль, к которой я хотел бы сегодня обратиться в теме нашей проповеди рассуждения небесное, Отцовство. Я хочу сегодня коснуться Отцовства Бога по отношению ко Христу. Отцовство Бога по отношению ко Христу. Еще раз подчеркиваю мысль, я верю, что всякий земной отец, христианин, хочет быть хорошим отцом, правда, любящим отцом, заботливым отцом. Я верю, что братья и сегодня отцы уже, сыновья подходили, может быть, звонили, может, присылали текст-месседжи, поздравления. Папа, я люблю Тебя, я дорожу, я горжусь Тобой, я рад, что Ты у меня отец. Это очень хорошо, друзья, но мы, как отцы, мы всегда останемся отцами, даже когда сыновья уйдут из дома, мы всегда останемся отцами. И очень важно иметь доброе отношение до конца. И нам нужен пример. Дорогие братья, мне нужен пример, вам нужен пример. И прекрасны те образы, которые наставлены на странице Священного Писания, отцы и сыновья, это хорошие примеры, но не являются абсолютными идеальными. Там есть тень, печаль, разрыв, предательство, обман, слезы, разлука, смерть, друзья. И Адам стоял возле своего Авеля. Тело мертвое. Какое было его сердце сокрушений, и он понимал Каина, как отвергнуть. Почему произошло? Поэтому, когда мы прочитали этот текст, друзья, где Павел преклоняет колени свои пред Богом Отцом и говорит, что от Него, от Него именуется всякое Отечество, всякая семья, которая на земле и на небесах, она именуется от Бога Отца. И у нас есть идеальный пример для того, чтобы посмотреть, Господи, а как мне строить отношения с своими сыновьями, не всегда, может быть, послушными, может быть, проходящий путь какой-то, знаете, подросткового возраста, проявляется непослушание, строптивость, когда сыновья, может быть, уходят из дома, и многое-многое, что приходится испытывать отцам. Дорогие братья, у нас есть пример, когда мы читаем на Писании, на ее страницах открывается для нас удивительный мир взаимоотношений Бога Отца и Бога Сына. И именно таким Бог пожелал открыться нам людям, друзья. Именно таким Бог пожелал нам открыться людям, как Бог-Отец, у Которого есть Сын, Которого Он очень любит, единственный Сын. Задумывались ли вы, почему Бог-Творец, Бог-обитающий в неприступном свете, пожелал открыться именно Отцом. А Иисус Христос представлен не просто как вторая личность Божества, ипостаси Бога, но именно как Сын. Вы знаете, я размышлял об этом, и мне кажется, что проявление, самое величайшее проявление Божьей любви к человечеству именно в таком примере, в таких отношениях. Когда Бог сотворил первых людей, мужчину и женщину, для создания семьи, для продолжения рода, Он интересно вложил в сердца людей мудрость для того, чтобы в семье были правильны данные обращения друг к другу. Мы встречаем, что Сара называла господина, Авраама называла господином своим, или по-другому каким-то образом, но обратите внимание, что Бог вложил в мудрость в сердца людей, чтобы они называли друг друга на мужчину, был назван отец, папа. Вам приятно, дети, когда вы называете своего отца папой? Вы не приходите и называете по отчеству его, или, может, еще как-то. Вам приятно папочка его называть, правда? И Бог вложил в мудрость, и это прекрасно, друзья. И когда люди, и в этом есть что-то доброе, родное, знаете, любящее, и когда люди обращаются к Богу и хотят знать о Нем, то они открывают для себя не только Бога Творца, Бога Создателя, Бога Судью, но открывают Бога Отца. И когда ученики попросили Иисуса, Господи, научи нас молиться, Иисус говорит, молитесь же так. И первое слово, которое Иисус сказал, как нужно обращаться к Богу? Отче наш! Отче наш! Согласитесь, все это настолько прекрасно, настолько это потрясающие слова. Человек любой, который мы даже хотим научить молиться, друзья, я верю, что у вас были такие люди, которые никогда в жизни не молились, и задают вопрос, вы молитесь? Мы говорим, мы молимся своими словами, но есть вот образец молитвы, данный для всех людей, вы можете молиться. И человек получил, может быть, даже напечатанный, или мы открываем в Священном Писании эту молитву, и он читает Отче к Богу. Человек со всеми проблемами, переживаниями, страхами, все, что его одолевает, он может впервые, может быть, в своей жизни обратиться к Богу и сказать Отче, Отец Мой. Друзья, это снимает вот эту, знаете, может быть, напряженный страх. Это Бог подпускает максимально к себе любого человека в молитве Отче Наш. Но Отец Небесный в своей любви к людям пошел еще дальше. Он послал на эту землю своего Сына, который принял человеческое тело, по виду стал как человек. И Марии было сказано ангелам, сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется именно Сыном Всевышнего. Кроме того, что Господь называли Эммануил, добрый пастырь, многими другими именами, Сын Человеческий, все это да и аминь, но чаще всего мы видим на страницах Священного Писания вот эту модель взаимоотношения Отец и Сын. Иисус выходит на публичное служение, принимает крещение и с небес слышим голос «Сей Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Сын берет учеников на гору преображения и там Отец открывается «Сей есть Сын». Вы должны знать, что это Мой Сын, пришедший в зрелость. Христос не только прошедший путь, который Господь унаследовал крещение, искушение в пустыне, Он оставил прекрасное учение для учеников своих и каждый раз, когда задавали, помните, Нафанаил говорит «Господи, покажи нам Отца и довольны для нас». Вот это разрыв, вот это может быть знаете тень, которая Ветхого Завета, которая была исчислялась 400 лет, где-то сокрыла вот этот образ знаете Отца, которому пророк Исаи говорит «Ты Отец наш, Авраам не узнает нас, Ты Отец наш». Она была утрачена. Иисус говорит «Нафанаил, сколько я лишь покажи нам Отца, видевший Отца, видевший, простите, меня, видевший меня, видел и Отца». Братья и сестры, Христос на земле был тем, кем Его Отец Небесный был на небесах. И Он выражал во всем Отцов характер, заботу, любовь, все, что делал Христос, все, что делал Сын на земле, прощал, исцелял, освобождал, любил, учил. Люди могли видеть, это Отец, это Отец, да, это Отец. Отец и Сын пережили непростые взаимоотношения на земле. Отец и Сын пережили непростые взаимоотношения на земле. В Гефсимании была борьба. На Голгофе Отец вынужден был оставить на какое-то время Сына, потому что Сын взял на Себя все грехи беззакония, а Святой и Праведный Отец Бог не мог видеть и не мог смотреть на все это. Сын проявляет совершенное подчинение своему Отцу. Сын возвращается в вечную славу Отца после своего воскресения. Братья и сестры, именно Сын вернется в свое время на эту землю. Для чего? Чтобы забрать нас. В Евангелии Иоанна Христос говорил, что веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обители много. Вы знаете, когда мы слышим именно вот это слово выражение «в доме Отца», не в доме Господина, ни в доме Творца, ни в Бога Судьи, ни в доме Судьи, а в доме Отца. Обителей много. Поэтому обратите внимание, друзья, кто для нас сегодня является Бог. Он является Отцом, как Творец является Отец через духовное рождение. И когда Христос придет, Бог Сын возвратится во славе. Он заберет свою Церковь, для того, чтобы навсегда, навсегда воссоединиться с Богом Отцом Его в вечных обителях. Дорогие отцы, дорогие сыновья, когда мы хотим знать и когда мы стараемся в нашей жизни, каким я должен быть на этой земле земным Отцом, у нас есть прекрасный образец взаимоотношений между Отцом и Сыном. У нас есть прекрасная модель отношений, и как поступать сыновьям, и как поступать Отцам, там, где есть полное подчинение, почтение, любовь и глубочайшее единство между Отцом и Сыном. Пусть это краткое слово, и пусть тот пример, который оставил земной жизни Иисус Христос как Сын, будет примером для подражания каждого из нас. Пусть Господь благословит наши семьи, чтобы в наших семьях отцы были священниками, чтобы в наших семьях отцы были любящими отцами с стороны сыновей, чтобы они испытывали любовь, почтение и уважение. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь. Давайте помолимся в кратко.